всем привет сегодня мы станем дизайнером из инстаграма я позвал в качестве эксперта практикующего дизайнера игоря сидоренко у игоря опыт работы ux дизайнером 14 лет и хорошее чувство юмора это вы скоро увидите как мы познакомились с игорем сидоренко оказывается есть два дизайнера игоря сидоренко один из них вот а второй игорь сидоренко это игорь отворк творк работают под псевдонимом и под роликом про курс дизайна игоря и творка и марго совчук написал комментарий ux дизайнер игорь сидоренко так и познакомились кстати напишите кто понимает марго совчук действительно перестала сотрудничать с игорем и творком я попросил игоря сидоренко посмотреть заявленную программу курса сайты деньги два ствола от михаила тимочка крейды и нутум интересно узнать мнение практикующего дизайнера на обещание создателей данного курса на youtube канале у игоря сидоренко вышел ролик о том где учиться дизайну игорь дает много ссылок на полезные сайты и сервисы я ссылку на канал игоря оставлю в описании подписывайтесь если вам интересна тема дизайна как построено сегодняшнее видео игорь сидоренко будет останавливаться на пунктах из обещаний создателя курса сайты деньги два ствола и давать комментарии основываясь на своем опыте работы я уверен что вам будет интересно узнать как обстоят дела на рынке дизайна на самом деле небольшой спойлер в начале игорь сидоренко был скептически настроен к моей идее разобрать обещание курса по дизайну но в конце ролика уже стал просто ругаться от того что вам предлагают продавцы курсов из instagram идея этого ролика не хейт молодых ребят которые что-то вам продают в инстаграме а именно рассказ про суровую реальность дизайна сегодня мир очень быстро меняется есть такие сферы как блогинг гейминг и другие сферы в которых не важно сколько вам лет и какое у вас образование вы действительно можете зарабатывать много я выступаю за то чтобы люди получали современные профессии в нашем быстро меняющемся мире но дизайн и создание сайтов это не те сферы где вы легко много главное быстро сможете зарабатывать у курса сайты деньги два ствола три автора это миша тимочка крейда и ну тум объединились целых три блогера чтобы заработать больше денег на своих подписчиках я очень долгое время боялся запускать инфопродукты я думал что меня там назовут инфоцыганом мошенником но для каждого специалиста рано или поздно следующий этап это уже перестать делать самому и начать обучать этому других людей если миша боится что его назовут инфоцыганом то называть не будем раньше миша тимочка говорил что сайты он не делает что у него вообще все автоматизировано то есть для создания сайтов он нанимает подрядчиков настя нутум была блогером ни о чем пока марго совчук ее не взяла на менторство после этого настя нутум создала курс по фрилансу отзывы на курс по фрилансу мне присылают не очень хорошие курс у нутум получается совсем для новичков плюс он очень быстрый то есть люди не успевают начать внедрять информацию за время прохождения курса помню что настя нутум устраивала челлендж 100 тысяч рублей на фрилансе и тогда я понял что настя нутум не может фриланс большую часть из этих 100 тысяч настя нутум заработала просто взяв к себе на менторство блогера из instagram так себе фриланс в итоге мы имеем странную ситуацию миша тимочка учит вас делать сайты хотя сам сайты не делают настя нутум учит вас фрилансу когда сама так себе фрилансер ну и крейда в соавторстве в курсе по сайтам и дизайну крейда вам расскажет про instagram дизайну в этом курсе обучает раиль тот самый раиль который прислал крейди дизайн крис анфаловой под видом своего дизайна тот самый раиль который в новом курсе дань ему тухно по упаковке дает отзыв что уже прошел этот курс и сейчас у него все хорошо а раньше он был в коконе вот смотришь на этих молодых ребят которые за деньги раскачали свои инстаграмы а сейчас по кругу друг с другом продают курсы и понимая что работы у тебя еще будет много но хватит о грустном я передаю слово игорю сидоренко всем привет меня зовут игорь и последние где-то так лет 14 я занимаюсь дизайном давайте приступим и посмотрим попробуем разобраться что нам тут предлагаю по сути нам предлагают стать крутым дизайнером за месяц есть реалистичный план без розовых очков сейчас мы разберем этот план и вы сами для себя решите насколько он реалистичный давайте по пунктам через месяц тебе обещают что ты разберешься как делать сайты на крутом уровне по программе обучения подразумевается что ты будешь делать дизайн фотошопе скажу так когда меня наняли стажером студию первый месяц я по 8 часов день учился работать фотошопе помню что только горячей клавишей запоминал первые где-то недели две чтобы хоть как-то можно было продавать клиентам то что я делал мне пришлось сначала повторить около десяти работ других дизайнеров первом проекте для реального клиента было может быть 30 или 40 правок от арт-директора первая большая ошибка в том что вам говорят что нужно работать фотошопе сейчас все топовые агентства и студии работают либо в скетче либо фигме если захочешь устроиться стажером на работу в студию что очень даже отличное решение для новичка это станет небольшой но но преградой вместо того чтобы разбираться в тонкостях дизайна тебе предлагаю сначала разобраться в тонкостях устаревшей программы фотошоп предназначен для графических дизайнеров а не для веба 10-15 лет назад мы работали в нем так как не было особой альтернативы сейчас есть куда более удобные инструменты которым обучиться гораздо быстрее 2 месяц ты умеешь создавать сайты пока нет кое-что понимаешь смысловой упаковки тоже нет возможно уже сделал первые два-три сайта да это в принципе возможно если ты пахал как он весь месяц хотя без толковой обратной связи скорее всего это будет выглядеть но в этом на самом деле нет ничего страшного так как эта часть процесса обучения но завышенные ожидания от самого обучения могут стать причиной разочарования дальше тебе предлагают найти за месяц три-четыре бизнеса для которых ты сделаешь сайт за какие-то небольшие деньги проблема в том что те кто платит недорого те кто платит мало больше всех требует и это утверждение справедливо абсолютно для любой сферы не только дизайна чтобы убедить троих-четверых клиентов тебе скорее всего нужно будет предложить свои услуги для 20-30 потенциальных заказчиков кто-то откажет сразу кто-то будет долго думать кто-то будет еще месяц собирать информацию для сайта но это не так важно как то что скорее всего ты попадешь в минимум на одного клиента с бесконечными правками так что если сделаешь один проект за месяц это будет достаточно хорошим результатом но никак не два-три несколько там сказали по своему опыту вам скажу что нормальный сайт делается не меньше месяца даже тот же самый лендинг так как здесь не только фактическая работа но еще и обсуждение правок с клиентом да и прочая волокита 3-4 сайта в месяц можно сделать по сути в двух случаях работая в команде или делая на отъебись при помощи шаблонов или так видео я нашел на канале миши автора курса который мы сейчас обсуждаем итак вот мы перенесли первый экран на кильду давайте немного расширим отлично мы перенесли первый экран на кильду теперь и здесь в принципе достаточно хорошо смотрится можем даже немного его еще увеличить и у нас остается главный вопрос касаемо первого экрана как сделать чтобы кнопки различные на первом экране и на всех следующих были кликабельными чтобы вы понимали никто в здравом уме не сделает то что вам показали на этом видео логотип заголовок текст все это должно быть сверстана они тупо загружены одной картинкой это плохо для seo для юзабилити для мобильной версии сайта для психики дизайнера которые потом будет это все исправлять третий месяц 400 600 долларов теории получать такие деньги возможно особенно если ты живешь в крупном городе но чтобы этого добиться нужно будет работать реально с утра до вечера потом конечно будет легче потом можно будет такие деньги зарабатывать и за несколько дней работы но это потом настанет через несколько лет упорного труда и постоянного обучения четвертый месяц в твоем портфолио где-то 10-12 крутых кейсов ну точно нет вот прям точно не по количеству не по качеству скорее всего получится в лучшем случае две-три работы которые ты через год-два удалишь из своего портфолио и захочешь забыть о них как о страшном сне о том чтобы ставить клиентов в очередь это вообще сказки дедушки панаса добрый вечер малятка слюбикнопчики и девчатка у тебя слишком мало опыта а дизайнеров слишком много чтобы кто-то ждал кого-то давайте разберем программу курса модуль первый какой-то вводный он по сути ни о чем вода водянистая хотите в двух словах расскажу что там будет нужно делать круто работать много и тогда с тобой все захотят работать модуль со 2 по 4 и в принципе остальные тоже контент для тех кто по сути не умеет пользоваться поиском смотрите копируем любой текст вставляем поисковую строку youtube смотрим бесплатно модуль 5 похожий контент можно найти на тильда education у них есть бесплатный курс по созданию лендингов которым занимался известный и уважаемый дизайнер никита обухов а не хрен пойми кто ссылка будет в описании на своем канале я также сделал подборку где можно учиться дизайну бесплатно или почти бесплатно видео я собрал гайды от студии книги и курсы канала на youtube instagram аккаунты так что кому интересно обучаться прокачиваться в дизайне переходите по ссылке в описании модуль 6 когда вам говорят что photoshop это самая главная программа для дизайнера вам врут так было лет десять назад я об этом уже сказал ранее начинать с фотошопа примерно примерно также разумно как и с вождения билла за того же самого не знаю 1 гигабайт шрифтов вам также не нужен достаточно вбить в гугле запрос шрифтовые пары модуль 7 все то же самое все можно найти в youtube вдохновляться можно на бехэнс pinterest landbook.com и других сайтах ссылки я также оставлю в описании модуль 8 у тильды есть бесплатный курс по тому как работать в тильде помимо этого есть youtube канал макса ширкова у которого тьма видео по работе с тильдой в том числе 6 часовое где он рассказал почти все что вам нужно для начала работы в тильде модуль плюс по сути это свистелки и перделки которые вам вообще сейчас не нужны разве что там как-нибудь похвастаться перед друзьями или перед мамой чтобы показать как вы можете а клиентам все это добро и даром не нужно модуль 9 фриланс где и как зарегистрировать аккаунт ну кому он серьезно как продвигать себя в топ тут просто отвечу сразу за деньги и при помощи платного размещения модуль про масштабирование это из ряда пофантазировать и почухать свое эго ушной палочкой еще ничего не сделала уже кажется что впереди какие-то горы денег и слава дизайнера ладно дальше все идет по такому же принципу теперь давайте немного пробежимся по видео презентации курса выборочно посмотрим что там наворотили конкурентный анализ это просто ну да конечно сейчас во первых тебе предлагают взять сайт лидера ниши давайте разберемся откуда мы знаем вообще кто в этой нише лидер если клиент допустим начал бизнес по производству каких-нибудь межкомнатных дверей и вообще не рубит как обстоят дела у конкурентов или если у конкурента тоже жопа с сайтом но он лидерный на региональном рынке что тогда ладно поехали дальше добавить к нему все лучшее из конкурентов это кстати отличный пример того как вас научат копирайтингу даже не буду стараться не буду пытаться понять что тут имели ввиду авторы не допустить ошибок лидера и конкурентов как ну вот серьезно объясните мне как без знания внутренней кухни бизнеса конкурента без данных его какой-то аналитики допустим из той же самой яндекс метрики клиенты порой приходят уже собранной статистикой и просят помочь разобраться что у них не так с сайтом потом ты сидишь неделю и сверяешь разные показатели чтобы понять что к чему и выдвинуть какие-то предположения тут нам предлагают все это делать на глаз и последнее добавить уникальности какой как у вас правом углу презентации у вас даже этот сморчок этот с копипастин просто поменяли цвет это у вас типа такая уникальность дальше таблица анализа конкурентов это на самом деле угар советую посмотреть и сравнить как делают исследование комплито ссылка будет в описании читаем что написано ссылка на сайт так понятно окей дизайн удобства сайта объясните мне как вы будете оценивать дизайн с опытом в один-два месяца опять на глаз трафик ну откуда вы знаете вот откуда и сколько трафика идет на сайт конкурента offer и call to action так называемый призыв действию окей допустим дальше угар крутые фишки какие крутые фишки и последний столбец кажется называется общая оценка там бита типа сильный конкурент поймите вы будете работать с предпринимателями они со школьниками и с ними такие вещи ну просто не проканают вас либо заставить переделывать или просто откажутся от вашей типа работы это не аналитика это заполнение таблички на основе собственного мнения пятый модуль пока миша говорит я просто вставлю страницу с тильда education в пятом модуле мы будем говорить про блоки сайта мы разберем какие вообще существуют блоки сайта это к примеру блок с отзывами главный экран экран с ответами на вопросы экран с тарифом нам показывают дизайн в качестве примера вы поймете последовательность принятия решения человека на сайте вашего потенциального клиента и вы поймете в какой последовательности нужно располагать блоки на сайте чтобы сайт был максимально эффектив пишите в комментариях если хотите чтобы я сделал разбор этого макета тут нам демонстрируют как делать кнопки вы научитесь адресовать все главные элементы сайта такие как кнопка форма захвата кнопка видео ребята походу застряли в 2012 году когда был популярен скейморфизм и ios 6 а то что у чувака photoshop на русском языке это это вообще трындец в общем по итогу модулей про photoshop и дизайн вы будете уже просто монстром дизайна вы сможете рисовать реально крутые макеты главное не так как вы показали в этом видео наш специалист который мы специально отдельно привлекли для этого курса будет рассказывать про продвинутые фишки и анимацию в тилле как делать какие-то продвинутые блоки как к примеру отрисовать коттеджный поселок и так чтобы человек на домик наводил и там выскакивала информация домик в общем в общем все говно чтобы максимально сблизиться с дизайнерами открыто в общем все дополнительное и так сказать красивое что есть в тильде чего не умеют но наверно 99 процентов вообще дизайнер вы научитесь да как же ты про 99 процентов ты сам к этим 99 процентам и относишься причем ближе к той части которой нихрена не умеют кроме того как трындеть языком к примеру вот вы знали что если по кнопке проходит блик то она становится более кликабельный и у сайта выше конверсия выше эффективность сука нет не знал надо срочно рассказать об этом озону алиэкспрессу amazon походу тоже не курсе как вот добавят блик по кнопке так сразу плюс конверсии и несколько миллиардов прибыли да типа так мы дадим вам код который вы вставите таким образом ваши сайты более уникальные вы выйдете на то самое высокое качество проектов и сможете продавать а я думаю блин как выйти на высокое качество проектов оказывается у меня вот нет кнопок с бликами и походу это единственное что меня отрывает скажем так от больших чеков я не понимаю как можно на серьезных щах можно нести вот такую чушь зарегистрировать аккаунты оформить портфолио это все будут такие рекомендации я смотрю вы прям там нереальные специалисты я бы даже сказал такие фантастические да есть все что есть бесплатном доступе но к сожалению не не более того общем я думаю я сказал достаточно выводы делайте сами спасибо что посмотрели это видео помните чтобы стать профессионалом в любой сфере нужно потратить много сил и времени на учебу и практику переходите на канал игоря сидоренко смотрите там ролик по обучению дизайну подписывайтесь на канал всем пока